Добрый день! На телеканале НКТВ «Время новостей» с вами Антон Липовский. Сначала коротко об актуальных темах к этому часу. Качественные дороги, быстрые поиски, комплекс на решение проблем калужских депутатов. Русские строгого режима. Сегодня сдавали первый обязательный экзамен под контролем людей и техники. Франция, Чили, США и представитель Курска. Таков географический признак третьего дня мира гитары. Теперь обо всем подробнее. Будущее медицинского радиологического научного центра в Обнинске обсудили министр здравоохранения России Вероника Скворцова и губернатор области Анатолий Артамонов. Как сообщает пресс-служба областного правительства, глава региона высказал опасения в связи с перспективой объединения одного из старейших радиологических центров страны с другими федеральными клиниками. В частности, с Московским научно-исследовательским онкологическим институтом имени Герцена и научно-исследовательским институтом урологии Минздрава страны. По мнению Анатолия Артамонова, важно сохранить уникальность Обнинского научного центра, его высокопрофессиональный кадровый состав, а также продолжить проводимые здесь перспективные научные исследования. В этой связи губернатор предложил Веронике Скворцовой до принятия окончательного решения посетить город Обнинск и подробно познакомиться с работой центра. Ознакомительный визит с упором на культуру. Калужскую область посетил посол Австралии в России Пол Майлер. Как он сам признался, главной целью его приезда стал фестиваль «Мир гитары». Но перед культурной программой он все же окунулся в мир экономики и региональной политики. Пол Майлер высказал, что много слышал о Калужской области, как в передовом регионе. И как только предоставилась возможность, лично решил изучить то, из-за чего в деловом мире так много шума. Он посетил технопарк Ворсина, осмотрел производство на заводе Volkswagen и уже заместителем губернатора Николаем Любимовым поделился своими впечатлениями от Калужской области в целом. Калужская область, по словам посла, ему очень понравилась. Ему вначале удивительно совсем было, почему мы так быстро развиваемся. Сейчас он это увидел воочию, наши технопарки, наши сельскохозяйственные проекты. Ну и ясно, это его определенным образом настроило на позитивный лад в отношении дальнейших советов, я надеюсь, своим предприятиям развивать здесь бизнес. Экономический блок визита австралийского посла ближе к вечеру сменился к культурной программой. Пол Майлер отправился на концерт в рамках фестиваля «Мир гитары», в котором принимал участие как раз австралийский дуэт «Григорян Бразерс». Старший из двух братьев, родился еще в Советском Союзе, потом с родителями переехал в Австралию и уже там создал группу, которая сейчас известна на весь мир. Для Пола Майлера этот концерт – лишь промежуточный этап двухдневного визита в Калужскую область. А сегодня он встретился с губернатором Анатолием Артамоновым. Здесь и его опыт, и почему Калуга, мне кажется, лучше, чем другие области по вопросу инвестиций. Инвестиции. Ну, почему? Что он сделал, как он продолжает, ну, что, и что его планы. В России стартовали ЕГЭ. Первый обязательный предмет, который будут сдавать выпускники – русский язык. В этом году особенно ужесточились требования к безопасности условиям проведения единого экзамена. Экзаменационные задания доставляет специальная организация. В школах установлены видеокамеры и металлодетекторы. На русский язык и математику сдают наибольшее количество учеников. Примерно четыре с половиной тысячи детей в этом году сдают у нас единый госэкзамен. И, учитывая ситуацию, меры по обеспечению безопасности экзамена, мы немножко волнуемся, конечно, как наши дети сдадут. По правилам проводить государственные экзамены могут только школы, получившие специальную аккредитацию. Например, в пятой калужской школе собрались одиннадцатиклассники из восьми школ города. Все они были много раз проинструктированы. Каждый провел не одну бессонную ночь в подготовке. Однако справиться с волнением получается не у всех. Как вырастить ребенка патриотом? Этот вопрос обсуждали на выездном заседании консультативного совета глав муниципальных образований. Но одними разговорами участники заседания не ограничились и посетили мемориальный памятник павшим Великой Отечественной. Андрей Ткачев и патриотическая составляющая в детском воспитании. К 70-летию победы, думаю, сейчас есть такое в планах. И письмо уже набросано, опять договорились. Рядом повыше поставить танк. Этому мемориалу три года. Николай Сафронов сам договорился и оплатил замену старого постамента. Это обошлось ему в полтора миллиона рублей. Помимо этого, директор фармацевтической компании постоянно оплачивает уход за памятником, а также расходы на его освещение. Это, по его словам, пусть и маленький, но вклад в благодарность погибшим воинам. Но что по этому поводу думает молодежь? Закон систематизации патриотического воспитания в Калужской области был принят в июне прошлого года. И на фоне нынешней политической ситуации он приобретает особую важность. Сегодняшняя обстановка мировая. Вы знаете, что на Украине эти события нас всех беспокоят сегодня. И Украина находится буквально в двухстах километрах от этого места. И если мы не будем воспитывать нашу молодежь в духе патриотизма, в духе любви к своему краю, к своей родине, если она не будет помнить о тех суровых событиях 41-45-х годов, то мы можем получить свой Майдан. Чего мы не должны допустить и чего не должно быть в нашей стране. Обсудить полученный за год опыт решили на примере Куйбышевского района. 17 сентября, в день освобождения Калужской области, в муниципалитете состоялся ряд грандиозных мероприятий, посвященных патриотическому воспитанию. Но на достигнутом не остановились. За каждой школой закрепили мемориалы и захоронения. Подростки посещают выставки наземной и авиационной боевой техники. Проводилась реконструкция боя на безымянной высоте. Цель одна – чтобы помнили. А заседание – лишь повод обменяться наработками между главами районов. Конечно, как всегда, остается извечная проблема – финансирование. На содержание памятников, скверов боевой славы и поисковых отрядов нужны деньги. А их хватает далеко не всегда. Но Сергей Воронин считает, что проблема сегодня не только в этом. Военно-патриотическое воспитание увязано в целом в соотношении ситуации. Это и рабочие места, это и социальная сфера, и благоустройство, и здравоохранение. То есть, если человек не имеет возможности попасть в больницу, это тоже будет сказываться на его любви к родине. Есть ли возможность ему устроить своих детей в детский сад, в школу, доступность. Элемент хорошего финансового обеспечения. Иными словами, чтобы получить достойную отдачу, государство сначала само должно немало дать своему гражданину. Законы о патриотическом воспитании только начинают реализовываться. Но главное – задействовать молодежь не только в одном или нескольких районах, а объединить всю область. Сергей Романов, Андрей Ткачев, Вячеслав Долгопятов, телекомпания НИК-ТВ, Куйбышевский район. Штраф 500 рублей за незаконное использование платной парковки. Такое административное наказание поддержали калужские депутаты в ходе очередного заседания городской думы. С этой законодательной инициативой разработчики теперь обратятся в областной парламент, чтобы при положительном исходе закон вступил в силу одновременно с появлением платных паркингов на центральных улицах Калуги в августе. О других решениях депутатского корпуса в сюжете Ирины Сидоровой. Связка общества «Власть» работает без сбоев, докладывает депутатом главной полицейской области Сергей Бачурин. Подписанное недавно соглашение о сотрудничестве первое между ОМВД и общественной организацией уже принесло свои плоды. Армия таксистов и простых автолюбителей оказывает посильную помощь в поиске угнанных автомобилей и сохранении общественного порядка. Вчера дорожный патруль разыскал двух потерявшихся детей. Герой дня Сергей Севенков был одним из тех, кто откликнулся на сводку новых товарищей в погонах и не пожалел времени на спасательную операцию. Весь дорожный патруль собрался в определенном районе, рассредоточиваясь по району, начали искать, прочувствовать, так скажем, по квадратам. Нашел чисто случайно, подумал, где они могут быть. Ну, недалеко от дома, естественно, ведь они никуда не могли. Ушел, сначала один район прошли, одни улицы, одни дворы, потом в третий двор зашел, нашел охотник. Они там спокойно себе играли в песочнице, катались на качели. В благодарность неравнодушным автолюбителям депутатский корпус вызывает на ковер подрядчиков, отвечающих за дорожное пространство Калуги. А значит, колдобины, выбоины и их своевременное устранение. На ямочный ремонт городом в этом году выделено 68 миллионов рублей. Из-за планированного на лето пока выполнено только 20%. Палки в колеса вставляют беспечные предприниматели, не следящие за сроками и качеством выполняемых работ. Вот как это случилось на улице маршала Жукова, жалуются народные избранники. Когда выиграют такие нерадивые подрядчики, у нас много таких замечаний, в первую очередь, у жителей, у автомобилистов. К сожалению, мы не оставим это просто так. Мы добьемся, чтобы Барикстройсервис в надлежащем объеме выполнил обещанное. Проследят, чтобы все прошло гладко, думцы и в ходе формирования фонда капитального ремонта. Всего в Калуге процедуру обновления должны пройти почти 3000 многоквартирных домов. С тем, каким образом будут копиться деньги на ремонт, пока определились не больше 1% жителей. Пример для других округов – активисты микрорайона Кубика под предводительством местного депутата Татьяны Коняхиной. Что пугало людей? Да, все люди хотят открыть спецсчет, все дома, но руководить спецсчетом никто в доме не может. Мы решили этот вопрос с управляющими компаниями. Поэтому сейчас у нас практически во всех домах проведены собрания. У нас Совет общины активно подключился в управление по работе с населением, управляющие компании, в общем-то, всем миром. Поэтому до 11 июня, я думаю, мы, в принципе, эту работу уже закончим. Стоит поторопиться и принять осознанное решение жителям и других микрорайонов. На выбор предлагается два варианта. Открыть специализированный счет на строительные нужды, тем самым взяв вход реставрации дома под собственный контроль. Или же передать эти функции и средства региональному оператору, в данном случае Фонду капитального ремонта многоквартирных домов. Ирина Сидорова, Леон Ким, Степан Хохлов, телекомпания НИКО-ТВ. Уютный город для калужан. Исполняющий полномочия городского главы Константин Баранов ответит на вопросы телезрителей. В прямом эфире программа «Главное». Темы различные. Мы приглашаем телезрителей поделиться своим мнением о жизни региональной столицы по телефону 557799. Он заработает 8 вечера, когда начнется прямой эфир. Вознесение Господне, отмечая сегодня весь православный мир. Празднуется оно в 40-й день от Пасхи. Название выражает одно из важнейших событий новозаветной истории. Окончательное завершение Иисусом Христом времени своей земной жизни и возвращение в божественную сферу бытия, на небо. Тем самым Господь открыл каждому человеку возможность вознестись к Богу. Под знаменами джаза на экваторе Международного музыкального фестиваля «Мир гитары» одни из лучших мировых джазменов. Первая часть – фестивальный джем от спецпроекта «The Masters of Bass». Второй тандем – курский джазмен и американец. Они порадовали публику не только миксом стиля, но и артистизмом. Олеся Утятникова пообщалась со всеми. Трудности перевода, но полное музыкальное взаимопонимание. Они объединились специально для «Мира гитары» и угостить калужского зрителя фестивальным джемом на вкус любого меломана. Собрал музыкантов в трио французский гитарист сицилийского происхождения Доминик Депьяц. И его изюминка – особая манера игры правой рукой. В Калуге гитарист уже второй раз. Он с радостью отметил музыкальный голод аудитории, поэтому организовал особый проект. «Мастера баса». Мы решили сыграть что-то необычное и удивительное для зрителя. И я подумал, что тандем двух басистов и барабанщика – это отличная идея. В таком составе мало кто выступает. В предпочтении одному жанру нет такого. Музыка чилийского бас-гитариста Кристиана Гальвезе – это джаз-фьюжн. Чилийские и латиноамериканские ритмы и постоянные эксперименты. Его игра доказывает – на родине острого перца еще и острый музыкальный вкус. Я познакомился с музыкой с самого рождения. Мой отец был гитаристом, дед – певцом. Вся гостиная была заставлена музыкальными инструментами – барабаны, гитары, клавишные. Сыграть на барабанах, как выпить стакан воды. Самый молодой и экстравагантный участник этого трио – харизматичный перкуссианист Дэниел Шмидт – свою профессиональную игру превращает в настоящее шоу. Сыграть на барабанах, как выпить стакан воды. Я, как и Доминик, люблю импровизировать, поскольку мы свободны выражать свои чувства и эмоции. У меня уже есть один альбом, над вторым мы работаем с множеством музыкантов. В альбом я пытаюсь вложить все импровизации и выразить сотню чувств одновременно. И я пытаюсь вложить все импровизации и все это. Вторая смена музыкантов – российский джазмен Леонид Винскевич в тандеме с американским гитаристом Расселом Мэлоуном. Рассел Мэлоун – один из лучших представителей современного джазового мейнстрима. Отсутствие официального музыкального образования не помешало талантливому самоучке прогреметь на весь мир. Многие музыканты играют для других музыкантов, и они тратят много времени и энергии именно на то, чтобы продемонстрировать свои умения. И это нормально. Но вам никогда не стоит забывать о публике, потому что в зале сидят люди, которые, быть может, и не имеют идеального слуха. Но, тем не менее, они могут прочувствовать то, что вы играете лучше, чем любой музыкант. Не идеальный слух, наслаждение музыкой – не помеха. В смесь разных стилей врывается еще один – ритмичные аплодисменты. В общем, как говорится, полный джаз. Разговоры о судьбе стадиона «Центральный» до сих пор не утихают. Напомню, уже более 10 тысяч жителей поставили свои подписи за то, чтобы на этом месте появился современный многофункциональный спортивно-культурный комплекс. Дворец спорта будет включать в себя два бассейна – 25- и 50-метровый, ледовую арену, тренировочный зал для игровых видов спорта и подземную автостоянку. Но пока окончательная точка в этом вопросе еще не поставлена. Возможно, представители спортивной общественности продолжают высказываться за многофункциональность объекта. На этот раз свою позицию обозначил заслуженный тренер России по плаванию Александр Маликов. Мы крайне нуждаемся в новом 50-метровом бассейне. Готовить в четвертаке, как мы называем, это сейчас довольно примитивный уровень, потому что все остальные соревнования проводятся в 50-метровых квартах. И в данном случае уже практически все областные центры имеют такие бассейны, кроме Калуги. Все бы тренеры спортивной школы «Юность» с удовольствием бы там работали и дадили бы еще больших результатов. И на этот час это все новости. Следующий информационный выпуск выйдет в эфир в половине восьмого. Далее же прогноз погоды. Берегите себя. До встречи на Нике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова